Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Кого мы вырастим из своих детей? Творческую личность или робота? Нужно ли развивать в ребенке фантазию? Стоит ли фасоль превращать в камни? Добро пожаловать в мамину школу! Многие родители заполняют детские умы иностранным языком, ранней подготовкой к школе. Где, кстати, в этой самой школе детям тоже приходится больше запоминать, чем мыслить. Больше усваивать готовые выводы, чем пытаться прийти к этим выводам самостоятельно. Мало того, изобилие всевозможных игрушек напрочь отбивают надобность что-то придумывать. Ну зачем я буду шить кукле платье, если в магазине уже есть готовое? Зачем загонять машинку в коробку, если продаются шикарные гаражи с бензозаправкой, с мойкой? Вот так и вырастают роботы. Поэтому наша с вами задача – растить из своих детей не только исполнителей, но, что еще важнее, творцов. А как это сделать? Мы и поговорим сегодня. У нас в студии человек, профессия которого – обучение творчеству, или лучше сказать, пробуждение творчества у детей и у взрослых. Татьяна Лазарева, педагог-психолог и педагог дополнительного образования. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Анатолия. Вы много лет работаете с детьми. Скажите, пожалуйста, неужели у современных детей меньше развито творческое мышление, фантазия? Знаете, когда речь идет о ребенке, ребенок по сути своей творец, потому что он за очень короткое время взросления овладевает таким объемом навыков, которые взрослому и не снились. Ну, представьте, вот если взрослый человек 40 и 43 года, разница практически неощутима, а 3 года и 6 лет – это большая разница. И любой ребенок, независимо от его статуса, материального положения, благосостояния, он внутри творит, творит свой мир. Иногда он настолько уходит в свой сотворенный мир, что окружающая среда становится совершенно не нужна. Это очень… это неадекватная такая реакция. И обязательно ребенка нужно вовлекать в красивый, яркий и праздничный мир, потому что его творчество может быть, знаете, как у Манилова – витание в облаках без творческой реализации. То есть вот конкретные навыки – это уже взрослый. Он учит ребенка свой созданный, красивый, сказочный мир реализовать на практике. Сейчас психологи отмечают, что дети меньше играют друг с другом, больше играют в компьютерные игрушки, меньше ходят в кружки различные, где вот именно руками своими что-то делают. И они становятся, не знаю, как бы замкнуты вот на воспроизведении чего-то, а не придумывании, что действительно творчество в наших детях убивается. Вы знаете, был замечательный предмет, он по-разному назывался. Кто-то называл его трудом, кто-то технологией, сейчас это творческий труд. Этот предмет становится необязательным и не очень таким важным и нужным. Он уходит в сферу дополнительного образования, к сожалению. Раньше это был обязательный предмет, за который ставили отметку, мальчишки там учились забивать какие-то гвозди. Сейчас у ребят вот это забивание гвозди виртуальное. То есть он, может быть, и знает, как это делать, может где-то картинку посмотреть, но на самом деле очень трудно. Мелкие мышцы, они требуют постоянной, ну как зарядки, да, мы же мышцы свои тренируем. И мелкую моторику нужно обязательно развивать, потому что это не только обучение ремеслу, технологии. Это пространственная ориентация и координация, это внимание, это крайне необходимые навыки на той же математике или на физике. Вот как можно представить молекулу в пространственную, ее перспективную модель, если у тебя не заведены перспективные вот эти вот рецепторы на кончиках пальцев. Потому что только с помощью мышц, которые расположены на кончиках пальцев, мы хорошо говорим, потому что центр речи на концах пальцев. И речь, внимание, координация, пространственная ориентация. Ребенок двигается лучше, если он работает руками. Вот как ни странно, он танцевать будет лучше, да, потому что вестибулярный аппарат напрямую зависит от согласованной работы правой и левой руки. Правая и левая полушария, это сознательное полушарие и творческое полушарие, они контролируются прежде всего кончиками пальцев. Заведи кончики пальцев, и ты будешь уметь все. И все-таки в 21 веке посчитали, что это может быть на выбор дополнительное образование, да? К сожалению, японцы, мне удалось пообщаться с редактором текстильного японского журнала, сделали большую ошибку. Они увели детей в сферу развития интеллекта, и вот все, чем занимаемся мы, как педагоги, дополнительного образования стало второстепенным. Сейчас они эту ошибку наверстывают, они обучают детей и устному счету, не было необходимости, калькуляторы, машины, которые за них считают, отучили детей держать информацию в нужном объеме с помощью собственного мозга. И точно так же сейчас они начинают вводить уроки творчества и в японских школах, и в немецких школах, и в английских школах, где с помощью бумаги, ножниц дети не просто, опять же, обучаются ремеслу. Они учатся творить творческий момент, это найти неординарное решение, это уйти от стандарта. А тестовая система, наша система единого государственного экзамена, она как раз не созидающего человека сейчас воспитывает, а запоминающего. Запомни единственное решение. Может быть, твое найденное альтернативное решение, да, может быть, лучше, чем приведенное в тесте, но оно будет ошибочным с точки зрения машины, да, это очень страшная вещь. Итак, чтобы не дожидаться, пока наше образование все-таки поймет свою ошибку, система вся образования, да, начнет ее исправлять, мы, родители, должны дать детям возможность творить. Конечно. Мы их должны этому научить. Дело в том, что если в классе мальчишки и девчонки, и мальчишки воспринимают урок как урок рукоделия, не свойственный их полу, и задача педагога объяснить ребенку, что ты можешь и в этом скучном рутинном занятии найти что-то интересное для себя. Ну, например, я не заставляю ребенка, ты сейчас будешь учиться плести или ткать, или шить. Я прошу мальчишек, мальчики, вы знаете, у меня не хватает сегодня инструмента для работы. Вот мы обычно работаем, допустим, плетем с помощью зубочисточек или там, да, счетных палочек, чтобы мы могли найти. И сыпется предложение. А у вас есть вязальные спицы, а у вас есть карандаши. То есть вот этот поиск, он вовлекает ребенка, делает процесс интерактивным. И мальчишки, ну, раз он создал свой уникальный инструмент, говорит, вот он нашел два карандаша, да, то, что девчонки делали на палочках и на зубочисточках, он может сделать с помощью своего инструмента. А я говорю, ты знаешь, у меня нет времени попробовать, сработает ли твой инструмент, может быть, ты попробуешь. И мальчишка вовлекается в игру. Но процесс продолжается. Предложенный им вариант, он может идти в столовую и думать, а что же я, о, палочки нашел на улице, да, а может быть, какие-то пластиковые элементы. И он, приходя на следующее занятие, он уже дает тебе творческий продукт, потому что он станок для плетения приносит свой собственный. Значит, он проявил себя как творец, он нашел свое индивидуальное решение, его нет в книжке, его нет в журнале. Представляете, какое удовольствие получил ребенок от почувства себя Архимедом, да? Ему хочется крикнуть Эврика уже в свою очередь. А ведь это главная цель этих занятий. Конечно, конечно. И вот, допустим, ребенок на таких занятиях учится еще прислушиваться к мнению остальных членов. Это большая команда, класс большая команда. И не любят сегодняшние дети работать для кого-то. Коллективные работы очень тяжело создаются. И, но, если ты не сделаешь вот фрагментик свой, то не получится общего. Представляете, человек, который возглавляет крупную компанию, там, менеджмент какой-то такой уже высокостоящий, не умеющий слушать членов команды, а только авторитарно навязывает свое мнение. Это большой минус для компании. Компания прогорит, потому что самые азартные решения даются в коллективе иногда. Вот оттуда нужно уметь такое чуткое ухо творческое, чтобы услышать из огромного количества вариантов нужное, важное. То есть вот это не только рукоделие, это умение действовать и действовать творчески. Творческие люди, в принципе, найдут, как использовать ненужные для кого-то, да, отходы, текстильные, нетекстильные. Это может быть и природный материал, шнурочки, ленточки, тесемочки. И остался там, допустим, кусочек 20-30 сантиметров нитки, обычно кто-то бросит в мусорную корзинку, кто-то в шкатулочку далеко сложит. А если ребенок и предложит бабушке, бабушка, а давай-ка мы твою нитку сейчас вот используем, да, с пользой. Сделаем подставку под горячее там или какой-то пледик сделаем. Мы берем три зубочистки или три счетные палочки, фиксируем серединочку обычной. Вот я взяла нитку, да, а вот для этого модуля у нас пошли отходы текстильные, видите, маленькие полоски ткани. И просто начинаем переплетать, делая одно единственное движение, обматываем этой ниточкой каждую палочку, вот так, сверху положили, обмотали, перешли на следующий виточек. Вот так. Развивайте фантазию у ребенка, пока он маленький. Потом будет поздно. Ребенок должен знать, тыква действительно может превратиться в карету, а фасоль, горох, чечевица в камушке на дне морском. И если бы героиня нашей следующей рубрики играла бы в детстве только в готовые, сделанные уже кем-то игрушки, осталась бы она однажды без раков. Впрочем, обо всем по порядку в нашей постоянной рубрике «Развиваемся, играю». Детство – это единственный шанс, когда есть возможность беспрепятственно развивать свои творческие способности. Но так ли актуально это развитие в наш век нанотехнологий? Творческие способности развивать нужно обязательно, потому что творчество – это способность человека креативно мыслить, это способность человека быть внутренне свободным, в конце концов. И оно проявляется абсолютно во всем. Творчество нужно в жизни, творчество нужно в семейной жизни, творчество нужно в работе, в конце концов, в общении с людьми. Поэтому это обязательно. У нас в доме, например, в ход идет все. У нас никогда в жизни не выбрасываются никакие оберточки от цветов, никакие там пакетики и ленточки. Летом мы собираем шишки, соответственно, пользуемся такими природными материалами, там, как крупы и прочее, прочее, прочее. И действительно это очень интересно. Итак, сегодня в доме Крючковых чудесное превращение круп и макаронных изделий в морское дно с рыбками. Мы принесли то, что нашли дома. У нас есть пшено, чечевица, два разных вида фасоли, потому что они отличаются по цвету, это интересно. У нас есть вермишель, зеленый горошек, гречка и рис. И, соответственно, пластилин. Вот сейчас из всей этой красоты мы будем творить. Наша замечательная задача, дети, работаем теперь пальчиками. В чем состоит? Нам нужно сделать воду. Теперь нам нужно сделать каменистое дно. Вот все, что похоже на камушки, мы с вами берем и стараемся прикрепить к нашему дну. Наша задача сделать водоросли. Теперь мы делаем рыбок. Пластилиновые шарики прикрепляются к пластилиновому морю. Делаем плавники, хвост и гордость любой рыбки, чешую. Морское дно, рыбки пробуждают воспоминания об отдыхе на морском побережье. И о том, как творческое мышление, хорошо развитое в детстве, помогло прокормить всю семью. На самом деле, вот эта выдумка творческая, она нужна бывает везде. У нас была летом совершенно замечательная история. Мы поехали отдыхать на море, на Сицилию. И, соответственно, мы не везли туда с собой никаких ни снастей, ни приспособлений. И увидели, как местные жители ловят рыбу, ловят креветок. Мы понимаем, что там очень много всего. И, естественно, детям хочется кого-нибудь поймать. И, соответственно, немножко включив смекалку, как говорится, голь на выдумке хитро, что мы сделали? Мы взяли обычную пластиковую бутылку от минеральной воды. Срезали у нее где-то, наверное, на одну четверть горлышко. Развернули носиком внутрь, скрепили. И получилась такая ловушка. Внутрь мы нас отсыпали хлебушкой и просто положили это на дно морское. И по этому морскому дну, на хлебушек, начали сползаться местные сицилийские креветки. И в итоге у нас была полная бутылка, набита этими креветками. Местные жители рассматривали наше изобретение как вообще какую-то неслыханную диковинку. Рассматривали, смотрели, как мы это сделали. И мы были просто вот такими королями побережья. Комментарии, как говорится, излишни. Творческая личность нигде не пропадет. И таким образом мы, повторяя бесконечно это действие, получаем сначала вот такую. Ну вот в готовом виде она будет выглядеть вот так. Это может быть и брошка, да, и сережка, и украшение для заколки для детской. Или если его подвесить, допустим, под лампочку, несколько таких вот прозрачных или полупрозрачных модулей, при порыве ветра они будут вот так красиво и интересно вертеться, кружиться, да, для украшения, в общем-то, детской комнаты или даже не детской. А если сделать это действительно, как предложил ребенок на карандаше, то это может быть и подставка под горячее, да. То есть палочек может быть огромное количество. И ненавязчиво мы можем ввести таким образом ребенка в мир традиций. Потому что это традиционный прием. Делали где-то 25 декабря такой солнечный знак. То есть брали два березовых прутика и обматывали всей ветошью, которая находилась в деревне. А потом на самое высокосолнечное место ставили и считали, что в декабре ведь начинает потихонечку день уже прибывать, да. И таким образом приближали солнышко. То есть солнце, оно должно было, увидев такую творческую работу всей деревни, обязательно поскорее принести тепло и свет. И анализируя учебники 50-х, 40-х, там 49-го года, 56-го, я вижу, что упрощаются технологии. Много клея, много таких очень упрощенных рукодельных приемов, которые, к сожалению, лишают возможность девочке удержать иногда иголку в руках. Потому что она, как незнакомый предмет, берет маленький-маленький предметик, и неразвитые мышцы в 15 лет не дают ей возможность даже пришить пуговицу. Потому что вот навыки автоматические, они как при езде на автомобиле, да. Чем больше ты что-то делаешь, тем руки становятся более ловкие, более умелыми. И, соответственно, ты и хочешь сделать больше, потому что чем лучше получается, тем активнее тебе хочется где-то применить это на практике. Еще один был такой случай, я брала интервью у Ирины Родниной, и ее сын, который в Америке закончил школу без особых каких-то успехов по математике, физике и экономике, он на дополнительных уроках делал горшки, ну, керамическая студия, гончарная мастерская. И, приехав здесь, он поступил в Строгановку, и сейчас с успехом работает как керамист, ему очень нравится. То есть делом жизни стал вроде бы дополнительный предмет, предмет дополнительного образования, который дал ребенку путевку в жизнь. Раньше мастер звучала гордо, и, к сожалению, сегодня все меньше людей, которые действительно говорят это с гордостью. Действительно, сейчас родители гонятся за очень хорошим образованием, и с трех лет пытаются ребенку уже будущее большое пророчить, да, дают его в школу Олимпийского резерва или в школу иностранных языков. А вот про такие занятия-то забывается? Вы знаете, не забывается, и одно другому не мешает. В свое время, в 80-х годах, в 83-м, по-моему, году, был такой эксперимент, когда тяжелоатлетов, давая им в руки иголочку, канву, мулине, заставляли вышивать цветы. И перед сложнейшими соревнованиями боксеры, тяжелоатлеты выполнили такое психорелаксирующее упражнение, как вышивка крестом. И тренер в конце просто вечером проходил, кто вышел цветочек, кто не вышел. Вроде бы смешно, да, вызывают улыбку. Но на самом деле, если бы наша олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая взяла бы, повязала, многие, кстати, спортсмены вяжут перед соревнованиями, снимая напряжение. Творчество – это таблетка от тревог и страхов. И вот тот, кто просто посидит и немножечко чем-то позанимается, он поймет, насколько ему после тяжелой психологической травмы становится легче. Потому что мышцы рук перенимают тревогу. Мы перестаем о чем-то думать. О сложном, о тревожном, о мешающем нам жить. И чтобы такая таблеточка вместо антидепрессантов была в вашей походной аптечке, я думаю, что ребенка обязательно нужно с детства обеспечивать этим таким лекарственным препаратом. Татьяна, а вот как вы считаете, сейчас очень много игрушек всевозможных, и они отбивают потребность что-то делать своими руками. Зачем? Можно платье купить. Да все, можно купить сейчас. По сутку не надо лепить, как мы раньше из пластилина куклам лепили, а сейчас все есть. Вот стоит ли специально не покупать каких-то игрушек ребенку? Вы знаете, дефицит не всегда бывает плохим признаком, да, потому что огромное количество игрушек, которых ребенок теряется, не обеспечивает ему акт творчества. Он эту игрушку забывает спустя буквально там, я не знаю, полчаса. Он не является его сотоварищем. Он ему этой игрушки не переживает. Ну, нажал на кнопку, машина двигается. Другое дело, когда ты вместе с этой игрушкой двигаешься в такт движению колес. Вот многие английские школы вводят такой предмет, не школы, а медицинские колледжи, предмет куклотерапия, сказкотерапия, где вместе с ребенком арт-терапевт делает кукол, которые помогают ребенку, который не может ходить, ну, в силу обстоятельств, да, научиться ходить. Марионетка, кстати, когда ребенок контролирует работу ручек-ножек, многие проблемы опорно-двигательного аппарата решаются именно с помощью куклы. А если кукла создана собственными руками, кривенькая, косенькая, с каким-то непонятно как пришитым глазом, да, она все равно является вот тем предметом, который является твоим продолжением. Жорд Санд, между прочим, делала кукол, у нее был свой кукольный театр, перчаточный, и она считала куклу продолжением себя. Она только ей могла какие-то тайные переживания, как вот этой жилетке, в которой можно поплакаться, да, передать, она сохранит все тайные тревоги. Если вещь создана своими руками, то она является твоим олицетворением, да, творением. И наша задача родителей — открыть ребенку этот чудесный мир в творчество. Знаете, у Заболуцкого есть замечательные стихотворения. Два мира есть у человека. Один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил. Я думаю, что радужный мир, который творит ребенок, во многом зависит от наставника взрослого, который его в этот мир вводит. Спасибо. Пока ребенок не вырос, дайте ему возможность попробовать себя в разных ремеслах. Пусть лепит, рисует, вышивает, делает поделки, фантазирует. Ведь как часто бывает, смотришь на человека, но ничего в нем нет, на первый взгляд. Обычная внешность, средние способности в школе. А вокруг него всегда восхищенные люди. Потому что он не такой, как все. Он постоянно что-то придумывает, с ним интересно. Словом, творческая личность. И не забывайте, что главное в воспитании ребенка быть с ним рядом. Присылайте мне вопросы, которые вы хотели бы обсудить в наших следующих программах. И делитесь своими творческими идеями. Рассказывайте о том, как вы играете с ребенком. А я прощаюсь с вами. До новых встреч, маминой школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова